Привет, я Алексей Ярцев. В этом видео мы поговорим о том, как выйти за рамки обыденности, как развить свою креативность, какое есть простое упражнение на каждый день, которое можно делать хоть за рулем, хоть в метро, чтобы развивать свой мозг. Все верно, подписывайся на этот канал, если хочешь тренировать свой мозг, поддерживать его в тонусе, сколько бы тебе не было лет. Для кого-то это развитие, для начинающих. Я видел статистику своей аудитории, здесь очень много молодых людей, но также меня, в отличие от остального Ютуба, смотрят и взрослые, зрелые люди, которым нужно, наверное, не столько развивать свою креативность, сколько поддерживать себя в тонусе, интеллектуальном тонусе, что критически важно в наше время. В наше время, с 2020 года мы теперь работаем не руками, мы работаем головой, своей черепушкой. И действительно, нашим основным инструментом становится не айфон, а наш эмоциональный интеллект, то, как мы справляемся с тем, чтобы предсказывать эмоции других людей и чтобы управлять ими. Довольно слов для тех, кто хочет подробнее подписывайтесь на этот канал, мы переходим к конкретному упражнению, которое надо делать. Так, упражнение, которое мы сегодня сделаем, называется сумочка пиратки. Представьте, что вам в руки попала сумочка пиратки. И вам нужно назвать 10 вещей, которые находятся в этой сумочке. Чтобы это было креативно, чтобы это претендовало на какой-то юмор, шутку, комедию, необходимо называть такие предметы, которые не могли бы быть в сумочке у обычного пирата. Так как это упражнение, одно из любимых упражнений моих учеников в онлайн-разминке чувства юмора. В онлайн-разминку чувства юмора ты можешь взять по ссылочке в углу этого видео. Эту разминку прошло уже больше 800 человек, и поэтому у меня есть возможность прямо сейчас в телефоне найти то, как выполняли упражнение до тебя. И разобрать ошибки и удачные примеры. Например, разберем неудачный пример. Вот одна из учениц пишет. Отмычка. Шляпа с пером. Почему это не классные примеры? Потому что в сумочке у пиратки, конечно, может поместиться шляпа с пером. Но шляпа с пером может быть и у обычного пирата, у пирата-мужчины. Для того, чтобы создать что-то новое и креативное, нам нужно смешивать что-то уже привычное. И тогда мы получим новое. Посмотрим, есть ли у нее классные решения. Скидочная карта на сокровище. Вот это классное решение, потому что у женщин часто бывают скидочные карты в сумочке, в кошельке. И если у нее будет скидочная карта на сокровище, то, скорее всего, это будет что-то прикольное. Может быть даже скидочная карта на пушечные ядра. Еще одно не самое удачное решение. Допустим, губная помада. Ярко-красная губная помада. Но ярко-красная губная помада может быть у любой женщины. Кстати, если она есть у тебя, то поставь плюсик в комментариях под этим видео. Нам нужны решения, которые могли бы быть только у женщины-пирата, но не могло бы быть у обычной женщины и у обычного пирата. Именно это смешение создает креативность. Например, это могла быть помада из чернил каракатицы. Или в сумочке у пиратки может быть корм для ктулху. Или розовое пушечное ядро. Или розовая черная метка. То есть именно вот такое смешение создает некоторую креативность, которая в последующем и претендует на юмор. Например, посмотреть, как это сделали сестры Зайцевы в известном номере. Пропеллер на 6 персон, надувная пыль, паспортный стол, 60 метров сметаны, кактус из кожезаменителя, нож для чистки телевизора, зарядка для хачапури. Здесь применен немножко другой прием. Они просто перечисляют очень странные вещи, очень необычные вещи, создав персонажа, у которого такие необычные вещи могли бы быть. Но вы можете экспериментировать с этим упражнением. Например, что должно быть у женщины-космонавта? Возьмите какую-то профессию совершенно не женскую. Женщина-шахтер. Что должно быть в сумочке у женщины-шахтера? Что она должна брать с собой? Да, конечно, это упражнение подходит и для взрослых, и даже для игры с детьми. С вашими детьми, когда вы едете за рулем в каком-то путешествии, вам надо чем-то занять их, чтобы они не доставали. Таким образом, если вы зададите себе планку, допустим, в 5 предметов для начала, а потом перейдете к 10 предметам, то вы разобьете свою креативность, потому что ваш мозг волей-неволей будет создавать новое, создавать новые нейронные сети из уже привычных элементов. Естественно, ошибкой будет являться, если вы будете уже привычные вещи. У женщины-шахтера должна быть каска. А вот если вы скажете, у женщины-шахтера должна быть пушистая каска со стразами, то это уже будет что-то забавное и креативное. Попробуйте. Не обязательно останавливаться на таком сексизме в отношении женщины. Вы можете также сделать номер, взять какую-то весьма женскую профессию. Допустим, тренерша по художественной гимнастике или тренерша по фигурному катанию. И сделать, что должно быть в сумочке у мужчины-тренера по фигурному катанию или у мужчины-маникюрщика. Это может быть весьма забавно. Попробуйте, покреативьте и предложите свои варианты заданий в комментариях под этим видео. А остальные могут попробовать ответить на этот комментарий своими креативными решениями. Посмотрим, кто сделает этого больше. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам хочется больше подобных упражнений, то они есть в онлайн-разминке, про которую я уже говорил. Как обычно, ссылка в описании. Спасибо, счастливо. До встречи.